Вопрос, который задают себе, наверное, миллионы людей. Человеческий мозг действительно хочет за что-то вцепиться, за какую-то там надуманную схему, чтобы проще было его плющить, помыкать, манипулировать. Власти имущие придумают очередную какую-то матрицу, схему. Но хочу сказать, что, как ни странно, вот эти сломанные моменты, когда мы лишили всяческих идеологий, жить было прикольно, весело. Может быть, для вот этих вот олигархов, всех, кто манипулирует, это и плохо, потому что овцы разбежались, и что с ними делать, непонятно. А для обычного человека это такое немножко... Я помню очень хорошо, как я был пионером или комсомольцем в советское время, и нельзя было даже подумать не так, как... Да, был бардак в 90-е годы, но все вздохнули спокойно, там рок какой-то появился. Прикольные времена были. Поэтому я считаю, что идеология должна быть... Ее сейчас нет, но она должна быть просто отталкивающейся от человеческих каких-то элементарных особенностей, что ли, не знаю, потребностей. Ну, чтобы они были человечные, как бы, эти законы, относительно... Разрешили людям тоже жить. Не только, там, золотому, там, не знаю, сотне, которые живут, и... Ну, то есть, я не знаю, кризис идет, да, все, не знаю, патриоты, ну, те, у кого много денег, они же, им все равно, там, а вот, допустим, для обычных людей, там, я мог слетать за 100 тысяч на юг, а сейчас я не могу. То есть, плюсов-то нет. Потому что это все время обещают, что что-то будет. Ну, дай Бог, что-то, если будет, и... Не знаю, какая должна быть идеология, но, наверное, она должна точно быть не демократия, потому что это вообще не наша, как бы, история. Ну, реально, что, у нас 20 лет, мы попробовали так жить. Ну, это бред, вполне, потому что мы выбираем людей, которых мы не знаем, и никогда мы их не узнаем, там, те кого угодно подпихнут. Не знаю, есть копное право, там, еще до, как бы, люди жили, до царей, потому что, если туда подальше в историю уйти, там очень много интересных схем было, и вообще, вот, языческая, как бы, культура, она, на мой взгляд, оптимальная для... Она добрая, вы знаете, она учит, как бы, детей и вообще людей относиться бережно к земле, а это, я считаю, что первейшее, что должно быть в любом законодательстве и в любых правилах человека. То есть мы здесь, на земле, живем, хотели бы мы этого или не хотели, мы обязаны уважать, любить и сохранять землю. И все законы должны быть, мне кажется, оттуда. И наилучшее, которое я знаю, это вот что-то такое языческое, когда там и речку ценили, и солнышко, и веточку, и травку. Ну, это все переработать и, как бы, адаптировать под современное, естественно, как бы уже развитие, уклад какой-то. Мне кажется, туда куда-то нужно делать, потому что все остальное, это опять, ну, не знаю, там просто манипуляция идет полнейшая людьми. Там три человека живет шикарно, а людям, вы знаете, вот я вот, допустим, тоже благодарю сейчас, что опять вот эти кризисы, шмидисы начинаются, потому что раз перекрыли, допустим, поставки импортного продовольства и дали возможность, допустим, человеку, живущему вообще в нашей стране, тоже шанс хоть какой-то там заняться, чем-то поднять, не знаю, наше там сельское хозяйство. Я сейчас, допустим, занимаюсь там поставками мяса, экологически чистого, вообще мясных продуктов, всевозможных, там картошки. Раньше это было невозможно, потому что все это приезжала Германия, там Франция, сейчас закрыли, но идет, конечно, контрабанда, уже побаиваться все равно с этим иметь дело. Вообще дайте людям просто, мне кажется, жить такую какую-то идеологию, просто не мешайте им, они сами разберутся честно, потому что, ну, вот куча людей, которые не бухают, там, не курят и которые хотят что-то сделать, а в нашей стране, ну, палку воткни и дерево вырастет, ну, тогда возможность человеку, там, я не знаю, что-то построить своими руками, корову вырастить и, ну, не мешайте, вот, а происходит, что ничего не меняется в лучшую сторону, каждые полгода гаишники, понимаете, придумывают какие-то новые законы и всем нормально, сейчас они получили в руки вообще возможность сажать людей, там, на какие-то безумные сроки, просто возрастает уровень, как бы, вот их прибыли, взятки будут просто большие, ну, и все это под шумок как-то идет, угнетение, они будут сажать, там, людей за водку, которую сами же продают, запретите тогда ее продавать, ну, запретите тогда, тогда нормально, вы продаете и тут же, там, тебя сажают, это несоизмеримые вещи, тогда давайте и вас сажать тоже за что-нибудь, тут ты, например, едешь, он тебя может остановить, отнять у тебя полчаса времени спокойно и потом, проверив документы, ничего не найдя, ты едешь дальше спокойно, просто минус нервы, минус здоровье, минус, там, я не знаю, все что угодно и минус, блин, как так? Мне кажется, это синхронно, как должно быть в этой жизни, коротко не получилось, могу еще очень много говорить, честно.